Друзья, мне хотелось бы с вами сегодня поговорить на вот такую тему о том, что лишь Христос своей жертвой примеряет людей разных рас и национальностей. Тема не только о Дне Отца, хотя она тоже с ним связана, и мы сейчас узнаем почему. А тема эта связана также и с тем, что происходит на улицах наших городов вот уже, наверное, вторую неделю, потому что с 25 мая, со смерти темнокожего Джорджа Флойда, вы знаете, нашу страну всхолыкнула новая волна протестов, беспорядков, погромов и различных выступлений. Есть разные мнения на этот счет, и вот мы, как верующие люди, те, которые знают Писание, но те, которые также живут в этом мире, что-то должны, может быть, думать или предпринимать по этому поводу. Мы тоже с вами живем в информационном пространстве, у нас тоже с вами есть разные контакты и возможности свидетельствовать людям. И поэтому нужно об этом тоже обязательно нам сказать. Давайте сегодня попробуем хотя бы приоткрыть немножечко несколько тех тем, тем расового примирения, взаимоотношений между людьми различных рас и национальностей, о которых говорит Писание, и о которых сегодня люди тоже переживают. Для нашего совместного рассуждения я предлагаю открыть книгу Откровения, пятую главу, с девятого стиха. Откровения, пятая глава, с девятого стиха. Здесь написано, что на небесах будет петься новая песнь. Эта песнь будет петься теми старцами, которые свои венцы повергнут перед Спасителем. Они поют новую песнь, говорят, достоин ты, Агнец, да, достоин ты, Господь, взять книгу и снять с нее печати. Почему? Ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле. Пока что отложим этот стих, позже мы к нему еще вернемся. Несколько фактов или статистики для нашего рассуждения. Среди африканских американцев есть такой известный актер Роман «Израэль». Когда его спросили, что делать с огромным количеством афроамериканцев, находящихся в тюрьмах, как перестроить вот эту вот систему, имеется в виду, может быть, система виновна в том, что сегодня столько много темнокожих людей находятся за решеткой, он ответил, не нужно винить систему, все начинается дома. Посмотрите, говорит, в Чикаго на 11-12-летних подростков, ребят, мальчиков, которые уже готовы убивать. И он спрашивает в сердцах, спрашивает с большим чувством, где, говорит, находятся их отцы. 25 миллионов американских детей сегодня растут без отцов. Процент семей, в которых дети растут без отцов в нашей стране, в Соединенных Штатах, растет. В 1960 году их было всего 6%. Он вырос до 29% в 2016 году. Это общий процент. Если же мы возьмем семьи африканских американцев, семьи темнокожих, то этот процент намного выше. В 1960-х годах он составлял 22%. И только уже несколько лет назад, в 2016 году, таковых было целых 72% домов. Даже бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама, сам, как вы знаете, африканский американец, он очень определенно высказывался относительно этого вопроса. Он говорит, хотя я вырос без отца и вроде бы вышел в люди, все же я знаю трагедию без отцовщины. Отцом тебя делает неумение произвести ребенка на свет, но задача его воспитать. Может быть, мы не во всем согласимся по мировоззрению с Бараком Обамой, но в этом не согласиться трудно, потому что то, что он выразил, это не только боль и переживание общин африканских американцев. Это та причина, по которой мы видим большинство беспорядков, которые творятся сегодня. Потому что если у тебя нет отца, то у тебя намного больше шансов, и здесь я вновь цитирую Барака Обама, который говорил, что если у тебя нет отца, то в некоторых случаях ты имеешь в пять раз больше, а в некоторых в девять раз больше шансов не окончить среднее образование, не получить диплом в окончании школы. Ты имеешь во много раз больше шансов оказаться вовлеченным в преступления, в какую-нибудь банду, в группировку и в конце концов оказаться за решеткой. И также опять-таки имеешь эти шансы повторить цикл. То есть ты опять можешь произвести на свет ребенка, за которого ты не будешь отвечать, ты отойдешь на второй план и опять пойдет безотцовщина. Почему это так плохо? Потому что мальчик в особенности, и прежде всего мальчик, хотя и девочке тоже нужен отец, и это очень важно, но тогда, когда мы смотрим на мальчика и говорим о нем, у него нет модели для подражания. Тупак Шапер, Кшакур, который был рэпером, который уже отошел в вечность, он тоже африканский американец, и он сказал так, если бы у меня был отец, у меня была бы дисциплина, и я был бы более уверен в себе. Но вместо этого я связался с бандой, потому что хотел получить то, что обычно дети получают от отца, особенно мальчики, а именно структуру и защиту. Слышите? Структура и защита. Мы так устроены. Господь вложил в это в нас. Отец – это тот, кто наводит дисциплину в доме. Нет, не раздражением, не жестокостью, но определенной строгостью и порядком. Защита – это тогда, когда вы приходите домой, и вы знаете, что у вас есть необходимые вещи, деньги для того, чтобы существовать. Есть хлеб на столе, есть пища, есть одежда. За это заботится отец. Тупак продолжает свою мысль. Он говорит, только мужчина может тебя научить быть мужчиной. Если мы внимательно с вами наблюдаем за событиями, которые происходят в нашей стране в последние несколько дней, конечно же, они болью отражаются в нашем сердце. Отражаются болью не только потому, что убит очень жестоко чернокожий человек. Конечно, это же очень плохо, это вопиющее преступление. Но, с другой стороны, мы видим толпы людей, которые выходят на улицу и которые крушат все на своем пути. Наблюдая за событиями последнего времени, за этими протестами, которые сопровождаются погромами, задаешься невольно вопросом, а в чем причина? Почему у людей накопилось вдруг столько гнева? И почему это событие стало таким спусковым крючком для того, чтобы весь этот гнев вдруг выпустился и выплеснулся наружу? Так вот, одна из причин, если не самое главное, именно в том, что того гнева, что выплеснулся наружу, вот причина этого, это выросшие без отцов дети. Да, действительно, люди могут думать, что они реагируют на то событие, которое показали им перед объективами, тогда, когда они посмотрели на 8 минут издевательства над этим человеком. Но, с другой стороны, все это привело в движение то разочарование, то горечь, тот гнев, который накопился прежде всего у них, у молодого поколения, а это поколение в основном выросло без отцов. И вот они не могут контролировать этот гнев, разочарование, которое направляют они теперь на здания, они теперь направляют это на магазины, они теперь направляют это на других людей. Вопрос для нас, как для верующих людей, что мы можем сказать о сложившейся ситуации, какая позиция будет занята нами, ведь мы последователи Иисуса Христа, как бы Христос поступил, и что бы Он сказал во всей этой ситуации. Несколько слов, друзья мои. Первое. Наша жизнь по библейским стандартам – это лучшая проповедь. Даже тогда, когда вы выезжаете полной семьей, тогда, когда вы едете в отпуск, едете в машине, прогуливаетесь по тропинке вместе, и видно, что в этой семье есть папа, есть мама, есть дети. Хотите верьте, хотите нет, это уже само по себе является большой проповедью. Те люди, которые смотрят на вас, на нас, они делают определенные выводы. Это то, что называется в нашей культуре стейтментом. Это наша проповедь. Это проповедь без слов, потому что сегодня так мало людей хотят слушать проповеди нашими словами. Они затыкают свои уши, правда, они не хотят этого слушать. Но уже в том, что есть эта семья, и что мы можем показать эту семью, не навязывая, а просто, когда люди могут посмотреть, что оказывается, это реальность. Ведь не секрет, что сегодня многие организации, в том числе и, к сожалению, та организация, которая, под знаменами которой многие сегодня выходят на улицу, организация «Черные жизни имеют значение» или по-другому можно перевести, «Чернокожие жизни важны». Конечно, они важны. Здесь нельзя не согласиться, потому что каждая жизнь важна. Но если почитать их программное заявление, в нем вы найдете такие строки, там будет написано, «Одна из наших целей – это разрушение ядра семьи». Ядро семьи. Что такое ядро семьи? Папа и мама – это ядро. Потом находятся дети. Вот если папу и маму разрушить, от папы и мамы все начинается, правда? Тогда не будет других деток, тогда эта семья не будет расти, разрастаться. И, к сожалению, одно из программных заявлений этой организации – это разрушение такой семьи. Друзья, давайте будем стоять на библейских принципах. И уже то, что у нас есть эти семьи, мы с вами, это и является само по себе проповедью. Это свидетельство. Это для окружающих людей наших, для наших соседей – большое свидетельство. Будем продолжать делать так, как написано в Священном Писании. И сегодня мы уже слышали, что необходим нам этот сбалансированный подход к отцовству. В Ефестином 6 глава, 4 стих. «А вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте в учении и наставлении Господнем». Присутствие отца нераздражительное, не тогда, когда он выпивший приходит домой и ставит всех по углам, не тогда, когда он раздражен, потому что на работе что-то произошло, и он вспыльчивый характер свой показывает. «Не будьте с детьми слишком строгими», и так передает это место Священного Писания другие переводы. «Не переусердствуйте в ваших наказаниях». Ведь мы знаем, что одна из других проблем нашей американской действительности – это так называемое домашнее насилие. Это проблема, которая не высосана из пальца. К сожалению, многие родители, и в том числе многие отцы, были чрезвычайно строгими со своими детьми. Друзья, не будем допускать, чтобы это стала проблемой. Итак, баланс. С одной стороны, не раздражать, но это не значит не трогать, это не значит не наказывать, это не значит не проявлять интересы, дисциплины, не быть другом своим детям. Это значит, вторая часть – необходимо воспитывать, необходимо детей в наставлении Господнем. Смотрите, у нас есть пример. Ефессиным 3 глава, 15 стих. Мы уже читали этот стих сегодня. «От которого, от Отца Господа нашего Иисуса Христа, там, в контексте, с 14 стиха, именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Почему ты и я Отец?» Вы знаете, так читаешь, когда Писание, то кажется, что вначале появились земные отцы, а потом приходит Иисус Христос и говорит, а вот у меня есть Небесный Отец. Но мы знаем, что это немножко не так было. Было наоборот. Вначале был Небесный Отец, у Которого был Сын, и они были равны, и они пребывали в вечной любви. И потом Отец посылает Сына, и Сын соглашается, и Он приходит сюда. И Он рассказывает нам и показывает, как уже Володя передал это, что означает быть Сыном и что означает быть Отцом. И то, что я Отец, и то, что вы Отец, или кто-нибудь еще является Отцом, вовсе не потому мы являемся Отцами, потому что мы можем произвести на свет детей. Мы являемся Отцами, потому что это очень почетное звание, которое ведется и начинается с Отца Небесного. То есть в этом месте Писания говорится, почему ты Отец? Потому что первым и главным Отцом, от кого все это пошло, от кого все это началось, и от кого все это ведется, является Отец Небесный. Мы находимся под Его покровом, Он нас защищает, так и ты, как Отец, защищай своих детей. Он дисциплинирует тебя, посылает тебе различные испытания и наказания, но любящий Он Отец, правда? Так и ты будь вот таким вот Отцом для своего ребенка. Бери пример с Небесного Отца, посмотри, каким образом Он ведет. Он ведет израильский народ, Он ведет свой народ как церковь, и таким же образом оберегай, поступай, благословляй своих детей, будь таким Отцом для своих земных детей, которых Господь тебе дал. Еще одна мысль, друзья. Только тот, то есть Господь, кто меняет сердца, может изменить греховные взгляды. Сейчас мы поговорим об этом более подробно. Расизм. Расизма очень много вокруг нас, и об этом мы слышим на каждом шагу. Ты не должен быть расистом. Но что такое расизм вообще? Как определить расизм? Вот определение расизма – это ненависть к человеку из-за его цвета кожи или этнического происхождения. Расизм – это тогда, когда у меня существует некое предубеждение к человеку. Я смотрю, идет на меня чернокожий человек. Я его еще не знаю, но я его причисляю к определенной группе, и я уже, уже осудил его, уже поместил его в эту группу, в сердце своем. Я еще не познакомился с ним, я еще не имею всех фактов об этом человеке, но это предубеждение. Почему оно предубеждение? Перед тем, как собрать все факты, я уже вынес свое суждение. Вот что мы говорим, когда говорится о расизме. Но заметьте, друзья, что когда мы говорим о расизме, мы говорим о том состоянии, которое находится в сердце человека. И вот в этом-то и заключается самая основная проблема. С расизмом не покончишь, используя лишь деньги или социальные программы, или какие-то жесты, или демонстрации, или тогда, когда, как предлагается сегодня, давайте переведем деньги из одной программы помощи полиции и ее финансирования, давайте переведем на другие. Корень всех зол, и это открывает нам священное писание, всех зол, не только этого греха, друзья мои, корень всех зол находится в самом сердце человека. Писание открывает для нас, Иеремия, 17 глава, 9 стих, оно делает, вот, открывает, как будто бы, грудную клетку человека. И там говорится, лукаво сердце человеческое и крайне испорчено, более всего написано, и крайне испорчено, кто узнает его. Иисус Христос приходит на эту землю, и Он, именно только Он, может исцелить нас от греха, от всякого греха кровь Иисуса Христа очищает. И сюда же, российский грех тоже, российские настроения. Почему? Потому что Бог создал человека по образу и подобию своему. Каким был создан человек? Вот первый человек, Адам, каким мы его себе представляем? Может быть, у вас была детская Библия, и там была такая страничка с Адамом и Евой. Так как они были нагими, они были все как-то вот нарисованы так, скрытыми в чаще там, да? Вот мы смотрим на них, и они белые. Такими они были или нет? Скорее всего, что нет. Потому что только после расселения образовались расы, только после того, как люди расселились в разные концы земли. Я говорю, скорее всего, мы не знаем точно, но, скорее всего, первые люди, в частности, и первая семья Адама и Ева, и позже Ной, и его семья, они были не совсем того цвета кожи, к которому мы привыкли. Скорее всего, они содержали в себе признаки сразу нескольких, или, вернее, всех рас. То есть, в них были признаки белой расы, были признаки краснокожих, были признаки монголоидной расы, не только европеоидной, но и монголоидной расы, были признаки африканской расы, и так далее. И вот только тогда, когда они расселились, они полностью уже стали более чистыми. То есть, эти признаки, которые находились в их генах, они очистились. В Африке стало вот больше таких людей, в Европе таких, и так далее. Еще одна мысль, друзья, Бог в Своем слове не указал, что есть какая-то раса больше или меньше другой. Нет высшей расы, и нет меньшей расы, нет оснований полагать, что пророчество Ноя о Ханаане или другие места имеют отношение к положению рас. Некоторые вчитывают это, и говорят, раз Ною было это пророчество, то вот, посмотрите, эти рабы, вот они и должны быть рабами. Друзья мои, нет у нас никаких оснований полагать, что там имеется в виду именно рабское положение африканцев, и именно об этом там говорится. Другое дело, что это пророчество реально исполнилось тогда, когда израильтяне пришли в землю обетованную. И тогда, когда они туда пришли, то вы знаете, что им необходимо было либо истребить, либо поработить тех людей, которые там находились, которые были ханаанеенами, которые были потомками Ханаана. Настоящее равенство, справедливость и примирение наступают лишь у тех, кто примиряется с Богом посредством Иисуса Христа. Мы говорим сегодня о расовом равенстве, примирении, о братстве всех рас. Такие лозунги звучат, да? Это горизонтальная сфера. Пока нет вертикального примирения, пока люди не смирились перед Богом, пока они не увидели себя настоящими грешниками перед Иисусом Христом и не впустили Христа в свое сердце, ничего из этого, к сожалению, не сработает. Именно поэтому в нашей стране эти вещи происходят с интервалом в лет пятьдесят опять и опять. Эти волны накатываются. И я опасаюсь, что, может быть, это не последний раз, разве что Господь придет. Но смотрите, что предлагает Иисус Христос. Вот оно, настоящее лекарство, вот оно, настоящее решение. Настоящее решение – это Евангелие. Настоящее лекарство от расовой проблемы – это тоже Евангелие. Послание к Галатам, третья глава, двадцать восьмой стих. Христос говорит здесь, и Павел говорит, нет уже иудея, ни язычника, нет ни раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе и Иисусе. Христос примеряет людей с собой, и тогда, когда мы примеряемся с Иисусом Христом, мы получаем то равенство между собой, которого никогда не имели раньше. Все социальные барьеры, все расовые и национальные барьеры отпадают. Посмотрите на учеников Иисуса Христа. Группу людей, в которой было бы больше противоречий, трудно было бы даже представить. Среди них есть тот, кто выступает против римлян с оружием в руках, это Зелот, помните, Симон Зелот. И в то же время есть мытарь, коллаборант, тот, который выступал за римлян, и против которого были все евреи. Матфей, например, Левий, вот они вместе в этой группе находятся. Помните, там были рыболовы, которые были простыми тружениками, и вот все они в этой группе. И так будет в церкви Иисуса Христа. Так должно быть в церкви Иисуса Христа. Именно поэтому церковь Иисуса Христа это единственное место расового примирения. Вы скажете, почему же мы тогда не видим здесь людей разных рас? Друзья, во-первых, мы к этому должны быть открытыми. Сами, в нашем сердце. И я думаю, что мы действительно открыты. Мы не закрываем наших дверей для представителей других рас. Так уж сложилось, что мы проводим богослужения пока на русском языке, но и наши дома, и наши церкви, и наши сердца открыты к людям разных рас и разных национальностей. Вот что важно. Почему? Потому что нас изменила Евангелие Иисуса Христа. И мы с вами видели, что именно такова картина, которая должна быть у Бога, которая является идеалом, то есть там на небесах. Мы видели с вами и читали в пятой главе в книге Откровения эту песнь. Господу нравится тогда, когда Его славят разные народности, представители разных этнических групп и национальностей. Тогда, когда мы приходим ко кресту Иисуса Христа, некто сказал, что здесь под крестом ровная земля. Здесь нет бугорков, здесь никого не возвышают и не унижают, здесь все мы черные, белые, краснокожие, темнокожие, не важно какие, не важно из каких мест мы приехали, не важно какого пола мы приходим и мы получаем примирение на таких же условиях, на равных условиях. Потому что у нас нет ничего, что мы не получили бы, в том числе и наша раса. Господь нас такими сотворил. Так вот, ничего другого не поможет в плане расового примирения, ни государственные программы, ни выделения денег, ни извинения одних перед другими. Почему? Ничто из этого не изменит сердце человека. Сердце меняет только лишь Господь. Еще одна мысль в конце перед нашей молитвой. В сердцах верующих не должно быть места. Ни расизму, с одной стороны, это грех, но есть и другие грехи, друзья мои. Это гнев человеческий, который написано не творит правды Божьей. Вряд ли мы сегодня повлияем на политику государства нашего большого, но мы влияем на то, что происходит именно в нашем сердце. Зададим себе несколько вопросов, проверим себя. Допустимы ли отношения расизма, допустили ли мы эти отношения в наше сердце? Вот перед нами семья, родители верующие, у них дети верующие тоже, но дочь сообщает своим родителям о том, что, возможно, она пожелала бы вступить в брак с одним братом во Христе Иисусе, но этот брат из другой расы или из другой национальности. И вдруг родители в шоке. Вдруг родители говорят о том, что по какой-то причине они не могут принять этого человека, несмотря на то, что он брат, просто потому, что он из другой расы или из другой национальности. Расизм? Как вы думаете? Или вот верующий водитель, который едет по дороге, который отзывается оскорбительно с унизительными выражениями о других водителях, указывая при этом на их расу или национальность, просто потому, что они вот из этой страны, просто потому, что они вот такое цвета кожи, он отзывается от них таким образом. Да, конечно же, они, может быть, не являются такими водителями, как он, может быть, они действительно некультурны, может быть, они неправильно поступили на дороге, но ведь это не является признаком их расы или национальности. Иногда мы грешим этим, друзья, иногда мы обобщаем людей, у нас есть вот эти обобщительные российские выражения, афроамериканцы, о, они все сидят в тюрьмах, можем мы сказать, о, все цыгане, можем мы сказать, о, они все крадут там или что-нибудь еще, все чеченцы, дальше вы можете продолжить мою мысль, все русские или украинцы, дальше я ставлю троеточие, потому что вы тоже можете каким-то образом продолжить мою мысль. Мы должны смотреть на людей так, как на них смотрит Господь. Друзья, мы уже сказали, Богу нравится расовое разнообразие, раз Он создал нас такими разными, кто я и кто ты, как человек, что ты споришь с Богом и с Его творением, что ты говоришь, что человек, сидящий перед тобой, пришедший к тебе, находясь, работающий с тобой, некрасив, что он не такой, как ты, что он ниже тебя. Раз Бог создал нас разными, Господу это нравится. Ему нравится, когда люди разных национальностей и разных рас приходят к Нему и служат Ему. Наша раса или национальность не определяет того, кто мы есть на самом деле. Но то, что определяет, кто мы есть на самом деле, это наше отношение к Иисусу Христу. Мы либо погибшие грешники без Христа, неважно, черные или белые, либо тогда, когда мы приходим ко Христу, мы вдруг преображаемся. И вы знаете, может быть, и у вас были такие моменты, когда вы встречались с нашими братьями, сестрами из разных национальностей, даже у нас, сегодня, даже вот в нашей церкви это есть, мы видим это, и также с разными расами вы встречаетесь с этим человеком и вы чувствуете, это мой брат, это моя сестра, никакая раса уже не стоит на первом плане, все отходит на второй план, если вообще не на последний план. Друзья, поэтому давайте помнить о том, что сегодня мы живем в стране, наполненной лозунгами, мы можем тоже в какой-то мере заразиться этими лозунгами, но у нас есть другой предводитель, этого предводителя зовут Иисус Христос. Давайте на все смотреть Его глазами. Тогда, когда Христос смотрит, с состраданием смотрит Он на грешников, потому что тот, кто, используя чрезмерную силу, в том числе полицейскую, убивает другого, Христос говорит, это грешник, враг-человек сделал это, он посеял вражду, вот эту вот между людьми, и он заставляет людей использовать насилие для того, чтобы делать боль на другому. Грешником также является тот, кто в излиянии своего гнева пытается решить эту проблему, крушав все на своем веку. Господь не говорит, вот ты знаешь, так как ты за справедливость, то я тебя оправдываю. Никогда в Писании мы не находим, что на насилие необходимо отвечать насилием, на грех еще большим грехом. Грешник также и тот, кто считает, что нужно покончить с полицией для решения этих проблем. Почему я так говорю? Потому что Писание четко говорит о том, что необходимо, необходимо, чтобы были власти, необходимо, чтобы были силы правопорядка. Да, нам может не нравится, как они поступают, среди них могут быть те, кто не являются самыми лучшими их представителями, они поступают неправильно, но если кто-нибудь из нас сталкивается с плохим водителем, это не означает, что мы требуем отменить вождение вообще. Пусть никто больше не ездит на машинах. Давайте у всех заберем водительские права. Писание говорит в послании к римлянам 13 главе 4 стихе, «Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое». Истинные последователи Иисуса Христа не имеют национальных и расовых барьеров, потому что Иисус Христос соединил их. И мы знаем, Писание говорит, что теперь все и во всем является Христос. Друзья мои, тогда, когда к вам, может быть, присылают различные призывы выходить на демонстрации, может быть, есть призывы о том, чтобы выступить в ту или иную область на социальных сетях, давайте будем помнить, кого мы представляем. Давайте будем помнить, кем мы являемся, чтобы понимать, что иногда, к сожалению, мы можем стать, может быть, не думая об этом, орудием в чьих-то руках. Ну, например, как я уже сказал, неужели чернокожие жизни не имеют значения? Неужели они не важны? Конечно, они важны. Как это можно сказать, что они не важны? Но ведь то же самое можно сказать и о жизни других людей, не правда ли? Все жизни важны перед Господом. Именно в Господе они важны, именно потому, что Господь их создал. Но когда вы об этом уже сказали, вы пошли еще дальше. И вот эта организация, чернокожая жизнь имеет значение, она так не верит. Она верит противоположным образом. Если мы почитаем их программное заявление, мы найдем, что, к сожалению, они противоречат истинам евангельским, истинам христианства. Сегодня некоторых верующих призывают, выходите на демонстрации только тогда, когда вы будете скандировать эти лозунги, забудьте о Христе, не евангелизируйте. Сейчас не тот момент, сейчас главное – это солидарность с теми, кого расово угнетают. Друзья мои, гнев, грех – это тот, кто расово угнетает всех нас. Грех сегодня разделяет людей. Именно поэтому Иисус Христос как никогда нужен как тот, который является примирителем. Он является нашим князем мира, который приносит мир в нашу среду и в наш мир израненный. Я закончу этим текстом из Откровения из пятой главы девятой и десятой стихи. Вдумаемся в эти слова, представим их себе, закроем на минуту глаза и представим, что мы тоже наслаждаемся этим прекрасным пением на небесах и поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас, Богу, из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Во-первых, это пение. Когда мы поем, мы выражаем наши убеждения, да, вот на небе будет пение, потому что не будет более преград между национальностями, между людьми. Мы будем все вместе, мы будем все вместе в этом искупленном одном Божьем народе. Это сегодня мы разделены на расы, на национальности, у Господа есть видение, и мы должны с вами разделять это видение, быть вместе с Ним, когда Иисус Христос меняет наши сердца. Так будет на небесах. На небе будет торжество по поводу того, сколько разных людей из разных народов пришли к Нему, потому что это Божий идеал, потому что это Божья цель. Давайте сделаем это и нашей песней, то есть нашим желанием, к которому надо стремиться. Давайте относиться ко всем с Божьей точки зрения, ко всем погибшим грешникам, с состраданием и с проповедью Евангелия. Давайте не будем предлагать каких-то других панацей, потому что ничто не поможет, только Христос. И ко всем верующим, неважно из какого народа, из какого племени они и из колена будем относиться с открытым сердцем и с братской любовью. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь. Помолимся, друзья. Спасибо. 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 Спасибо.